Тогда можно я? Следующий. Уже, друзья, уважаемые коллеги, я хочу выразить благодарность действительно Апаратону Смарина. Это, мне кажется, единственный орган, единственный у нас в государстве получился орган, который хотя бы соблюдал гражданские и конституционные права наших граждан. Спасибо вам, Апаратон. Теперь хотелось бы, ладно, мои коллеги сейчас рассказали о несостоятельности всех тех моментов, которые предъявило объединение ГСЛМР. Я хочу немножко уйти в другой ракурс. Ракурс того, что у нас в государстве по конституции гражданин Кыргызской республики это основное богатство нашего государства. И эти гражданские права наденены каждым гражданином Кыргызской республики. В Конституции четко прописана норма, что каждый гражданин Кыргызской республики имеет свои конституционные права. Гражданские права. А теперь давайте придем к тому, что какие гражданские права на основании вот этих 22 задержанных, которые были задержаны. Здесь оконституционные права, гражданские права, гражданина Кыргызской республики, они не вымучили. Они просто раздавили. То есть, начиная сначала. То, что МВД возбудило незаконное дело, сейчас мои коллеги уже сказали. Возбуждение уголовных дел, это бесцелебозное, потайное уничтожение, уничтожение самих основ Кыргызской республики, которые, наши права этих граждан, которые сейчас сидят 23 человек, они не соблюдены. Поэтому мы все и назвали это политическим гонением. Потому что это и есть политическое гонение. Следствие, следствие, при возбуждении уголовного дела, при возбуждении уголовного, не смотрит на основу принципов уголовного законодательства. Это объект объективная сторона, чтобы доказать какое-то преступление. Мы даже знаем, что существует объект объективная сторона, субъект субъективной стороны. Если одного из принципов данного нету, то преступление не является преступлением, но следствие берет и просто тупо виновен. Оно ставит вопрос о том, что уверен, он виновен. Это суд еще не определил, прокурор еще не утвердил, а уже следователь ставит, он виновен. А виновен в чем? Я представляю интерес Алтай Беченбек и Ирлан Беченбек. Давайте начну с Ирлана. Ирлан это журналист. У него свои есть права. Он имеет право на любом мероприятии находиться и на любом мероприятии он должен освещать информацию, которую получает. За что его посадить? Вопрос. За то, что он журналист и выполнял свою журналистскую работу? Это что? Преступление? Теперь давайте возьмем Батай Беченбек. Это вообще уникальный случай нашей крыски юриспруденции и следствия в особенности. Это останется в истории такими жирными шрифтами. И для тех следователей, и для тех прокуроров, и для тех судей, которые это утвердили, утвердили, оно останется очень-таки в памяти всех книг, которые будут. Почему? Вознуждается уголовное дело по определенному дню, когда собирались в кофейне, обсуждались вопросы. Там говорились, ну, якобы, антиконституционные разговоры. Но это было только якобы. Но самое интересное в том, что Атай Беченбек, мой подзащитный, он не принимал участия в этом. Его там вообще не было. Но его привлекли именно по этому дню. А теперь спрашивается, зачем нам эта прокуратура? Для чего она нужна? Основная функция прокуратуры, это надзирать на правильность применения законодательства. Единообразие. Единообразие. А что они сделали? Они утвердили, даже по простому примеру, по Атайу Беченбек, они утверждают предварительное обвинение. А суды, это вообще отдельная тема. Суды у нас вообще такие прекрасные, прекрасные люди стали, которые только в галстуках туда и сюда и шныряют, а ходят в своих вот этих мантиях, а стали в реальности. Это просто обычный нотариат власти. Или вы не согласны со мной, уважаемые коллеги? Сегодня суды утверждают только то, что им приказалось. Вы согласны со мной? Все же согласны со мной. Потому что суды на сегодняшний день принцип верховенства права, они забыли. У нас сегодня в юриспруденции верховенство права у нас уничтожено. У нас сейчас только существует новая наука, это телефонное право. Кому нужно? Кто захотел, тот и сделал. Поэтому я считаю, что коллеги мои уже рассказали о том, что беспредел, творимый государственным органам, в особенности МВД, ГКНБ, прокуратурой, это бездарность в сегодняшних дней. И это реальность, которая существует. И это большие проблемы. Они никак не могут понять одного, что если мы потеряем верховенство права и уйдем от хрисовых основ, то мы потеряем саму государственную власть. Вот в чем проблема. Они об этом не думают. Они просто превратились в исполнителей приказ. Спасибо, я свой регламент, наверное, закончил.